Зарытое память. В Днепропетровской области волонтеры нашли в земле десятки мешков с вещами бойцов, погибших в Иловайском котле. Все это было в фермерских угодьях. Кто выбросил вещи, выясняли наши корреспонденты. Брюки гаммуфлированные, крестик в кармане желтого металла. Карманы тщательно не проверялись. Там то монеты, то детский самолетик. Окровавленная форма, бронежилеты, берцы, рации и даже медаль. Нагрудный знак с надписью «40 батальон Кривбас». Все это волонтеры гуманитарной миссии «Черный тюльпан» достают из земли посреди поля. Вселета Ромское, на территории свалки местного рыбхоза. Бережно, с помощью тяжелой техники и вручную, чтобы не повредить вещи. Позже станет известно, найденные вещи принадлежат бойцам, погибшим в Иловайском котле. Это общественные доказательства. Однако спустя 4 года никто за ними не приехал. По рассказам местных жителей было привезено 36 мусорных пакетов. Из них мы нашли 28 мусорных пакетов. Из них 14 с бирками с морга. Некоторые номера читаемые, некоторые не читаемые. Ну, в этих условиях мы там прочитали, по-моему, 8 номеров всего. Но это свидетельство о том, что действительно эти мешки были привезены не кем-то, ну, не откуда-то, а именно с морга. На место раскопок волонтеры вызвали полицию, передали все найденное. Правоохранители не отрицают. Вещи действительно принадлежат военнослужащим, погибшим в Иловайском котле. Рассказывают, после тех трагических событий в Днепр доставили тела 98 погибших солдат. По останкам родственники опознали 26 бойцов. Тела остальных забрали на хранение в морге. А вот места для вещей тогда не нашли. Начальник Торомского отделения полиции оставил их у местного фермера. Сейчас он уже не работает в органах. Действия бывшего правоохранителя в областном управлении полиции называть незаконными не спешат. Назначили служебное расследование. По выводам служебного расследования, если будут усматриваться в действиях наших сотрудников полиции состав преступления, мы направим материалы в прокуратуру для принятия решения. Главки не говорят, когда будут результаты служебного расследования, но обнародовать их пообещали. Елена Миндалюк, подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область.